Всем привет! Вас приветствует Марусь на своем канале. Сегодня я готовлю грядки для редиски. Так как в теплице сейчас еще холодно, а хочется первую редиску покушать, я решила сделать мобильные грядки для редиски. Я их буду делать вот в таких ящиках. Использовать для этого буду вот такие пеленки одноразовые. Очень, между прочим, вещь очень хорошая. Советую всем огородникам приобрести, потому что в дальнейшем я покажу, где их можно еще использовать. Как я делаю грядки, я вам сейчас покажу. Беру небольшой пакетик. Вот просто кусочек старого пакета. Это нужно для чего? Потому что все-таки мы будем поливать активно. Вот так вот просто закладываю. И точно так же закладываю пеленочку сюда. Хотя, по идее, пеленка нужна нам для того, чтобы удерживать влагу. А так как редиска очень-очень требует много влаги во время своего созревания, соответственно, это нам поможет как раз именно пеленка. Она будет сохранять влажность, не давать перегнивать, пересыхать земли. И это очень удобно. Кстати, я нынче использовала ее для прорачивания лука. Я просто была очень довольна. Кладу сюда на дно джут. Я уже рассказывала про джут. Это льняное полотно для укладки при строительстве деревянных домов. Межвенцовое полотно утепленное. Утеплитель. Так вот, очень вещь хорошая. Во многих видео про него показываю, рассказываю. Кому интересно, смотрите. Оставлю ссылочку наверху. Ссылочки в конце видео будут. Там везде, где использую именно джут. Так вот, джут я выкладываю на дно. Он будет являться как дренаж. Плюс он будет хороший такой мульчирующий материал по дну. Он прекрасно заменяет кокосовое волокно. Тот же самый вермакулит. Ну, многие вещи, которые мы используем для дренажа. Все. Вот она. Готовая у нас грядка. Но, так как у нас редиска не любит очень плодородных земель, то есть у навоженных, сильно много диазота, редиска просто все пойдет в эту траву, я беру обычную огородную землю. Вот такая вот у меня обычная огородная земля. И сюда ее насыпаем. Так как у нас редиска довольно-таки глубоко уходит корнями вниз, нам нужно хороший такой слой сделать, где-то сантиметров 15-20. Так как наша редиска не любит кислых почв, мы будем использовать доломитку. Можно использовать обычный мел. Желательно даже лучше, конечно, мел. Он лучше будет усваиваться. Но, так как у меня мела нет, я буду доломитку использовать. И вот так вот прям. Вот так вот. Это чтобы снять лишнюю кислотность почвы. Мы же не знаем, насколько... А редиска не любит кислоту, кислотную почву. Сейчас я делаю небольшое утрамбовывание, потому что почва должна быть плотненькая. И теперь наша задача хорошенько пролить землю. Земля должна настолько быть влажная. Прям вот влажная. Да как и редиска вообще любит воду. Но на первоначальное посев, пока мы сеем только еще семена, много влаги не нужно. Ни к чему она. А вот когда появятся уже первые основные листья, вот тогда нужно будет обязательно, постоянно поддерживать влажную почву. Если она у вас пересохнет, начнет пересыхать раз-два, у вас редиска начнет просто-напросто уходить в цвет. Не допускайте этого. Сейчас у нас водичка пропитается, мы начнем посев. Что я буду сажать? Лучше сажать в вот такие мобильные грядки самый ранний редис. Самый быстрый, который хорошо вырастает и не требует им особого условия. Это у нас редис в 18 дней. Очень неприхотливый, вполне хороший редис. Редис ранний красный, тоже очень скороспелый. Очень быстро формирует урожай. И он подойдет для таких мобильных грядок. Кстати, купила я его пятерочки. Стоит он там, не дрога, даже вот 8 рублей стоит. Есть у меня вот такой ультра ранний редис за 16 дней глобус. Но он идет гибридный, я его тоже посажу. Французский завтрак также подойдет. Но я в грядки в мобильные не советую его сажать. Просто потому что он удлиненный. И как бы, по сути, ему нужно намного больше земли. Но можно попробовать, конечно. А, это у меня купленный у коллекционера редис Диана. Я его тоже посажу. И редис Жара. Тоже он очень хороший, скороспелый редис. И я думаю, что вполне подойдет для нашей, как говорится. И он тем более рекомендуется для ранней выгонки. Мы его тоже будем сажать. У меня получилось 4 грядки для редиса. Поэтому мы выберем сейчас гибридный. Возьмем редис, купленный у коллекционера. Редис английский Диана. Редис красный, ранний красный. Попробуем. Редис в 18 дней и редис Жара. Вот эти вот редисы мы как раз и посеем. Земля у нас пропиталась. Вот сразу говорю, семена редиса очень, но очень качественные. Поэтому не бойтесь иногда чуть-чуть посеять погуще. Лучше выдернуть плохие росточки, убрать, проредить, чем, как говорится, у вас будут залысины. Есть совсем худенькие семена. Я бы вот не стоила бы их, конечно, сажать. Я постараюсь, конечно, выбрать сейчас получше семена. И будем сажать. Расстояние между ними достаточно вот так примерно 2-2,5 сантиметра. Вот так вот примерно, чтобы редиска могла достаточно питания получить и вырастить хорошую головку. И высаживаем. Когда семена наши высеяны, мы берем оставшуюся немножко земли и присыпаем наши семена. Размер слоя где-то примерно 2 сантиметра, не более. Потому что редиску садят на глубину 2 сантиметра. Больше не нужно, так как тебе будет очень сложно пробиваться. А вот 2 сантиметра это как раз тот слой земли, который нужен для посева редиса. Теперь утрамбовываем немножечко землю. Можно сейчас сверху немножко пролить. Но я не буду проливать, потому что я хорошо снизу пролила. Этого достаточно для прорастания семян. Лишняя влага на начало прорастания ни к чему. Она может только загубить растение. Можно накрыть сейчас пленочкой. Если пленочка накрыть, будет очень замечательно. Потому что будет испарение, будет определенная влага. И очень быстро семена взойдут. Все, наши грядочки готовы. И мои грядочки буду складывать в такую, как бы, этажерку. Друг на друга ящички ставлю. Это будет у меня первоначально, на время схода. Вот у меня получилась этажерочка такая из 4, как говорится, ящичков. Как только семянцы взойдут, появятся на свет, им нужен будет свет обязательно. Свет необходим обязательно для прорастания. У меня куплены специальные деревянные палочки для рассады. Они такие длинные для подвязывания помидор, огурцов. Ну, кто видел, может быть, они похожи на черенки узенькие. Узенькие, как на череночки узкие похожи. И они прекрасно сюда встают. Я после делаю подъем примерно на 25 сантиметров. Ставлю вот в эти дырочки эти, как говорится, череночки. И уже на них буду насаживать ящички. У меня будет вот такой между ними, как бы, прогал. И, соответственно, это будет достаточно для того, чтобы попадал туда свет. И чтобы растения нормально развивались. То есть этажерочка у меня вырастет примерно где-то на, ну, сантиметров на 70 поднимется кверху. Поставлю я ее около окна. Она у меня будет стоять возле окна. И прекрасно развиваться будет редиска. Ну, уже когда у нас пойдет урожай, мы вам покажем наш урожай. Всем, кому понравилась моя мобильная грядка для редиска, ставим пальчик вверху, не забываем подписываться. Всем до новых встреч. Пока!